Всем огромный привет! Меня зовут Тоня, вы у меня в группе или на канале. Я вас всех приветствую. Прошу прощения за свалку на столе. У меня тут, как вы помните, очень много процессов в работе, поэтому показываю как есть всё. Это у меня вчера ночные работы были такие, что я ведь застала, даже мусор не убрала. Значит, вечером что я делала вчера? Пойдём от обратного, буду рассказывать вам мои процессы, показывать. Значит, для совместников фэнтези я заранее уже, по-моему, показывала, подготовила основы страниц и основы переплётов. И говорила вам, что на выходные, а сегодня, между прочим, какой день недели-то? Воскресенье. На выходных я планировала доделать переплёты и, наверное, нарезать странички из скрабумаги. Вот, переплёты я ещё не успела доделать, но вполне возможно, что сегодня я как раз этим займусь. Вот, поэтому тут без изменений. Дальше. Бумага. Бумага именно от фэнтези, вот из коллекции идиллия. Она у меня вот вся оставшаяся, причём из вот этих длинных обрезков я уже вот прорубила вот этим ножиком новым, вот такие вот штуки. Но они тут, конечно, коротковаты, мне бы хотелось, чтобы была подложка полная, но это уже остатки, поэтому буду выкручиваться, короче. Сделала я, в общем, вот таких вот штучек из остатков, а один лист, который был полный, целиковый, я его пустила на рамочки. Сделала 4 рамочки. Фотографии у меня будут в этих альбомах, скорее всего, все 9х13, соответственно, не все, конечно, не все, верхние их части, да, скажем так. Рамочки, соответственно, я прорубила вот именно такого размера, 9х13. В любом случае, я думаю, каждый способен обрезать стандартную фотографию 10х15, с одной стороны на 1 см, с другой стороны на 2 см. В этом ничего сложного нет, поэтому думаю, что все будет в порядке. Так, и я вчера нарезала, да, вот эти странички основы, искра бумаги. На форзации сразу же приклеила, но не прошила, не успела прошить, ну, скажем так, в глубокой ночи, естественно, я не стала шуметь и что-либо тут на машинке прошивать. Ну, вот такие вот у меня странички на первый альбом и вот такие странички на второй альбом. То же самое я вырезала. А, здесь не то же самое, здесь я садила на картон, помощница неугомонная. Здесь я садила на золотой карт-сток саму скраб-бумагу, соответственно, чуть побольше здесь, да, трудозатрат было. Но, тем не менее, тоже не прошито. Не прошито. Вот такие вот странички. В общем, красотища нереальная. Тут у меня вот в осенней коллекции уже больше этих скраб-бумаги, поэтому я думаю, что здесь уже будут полноценные такие подложки резные. Вот, ну, я имею в виду, вот такие вот красивенькие. Соня нам лампу включила желтую. И все стало вокруг желтым. Вот, поэтому это я вот сегодня хочу сделать. Во-первых, прошить странички. Во-вторых, доделать переплеты. И, в-третьих, что сделать? Вырубку сделать. Ну, хотя бы частично. Вырубку каких-то элементов маленьких я не хочу заранее делать, потому что я пока не знаю, что мне надо будет. Либо в процессе буду решать, либо буду смотреть, как девочки будут... Спасибо, Соня. Вот прям от души спасибо тебе. Буду смотреть на девочек-вдохновителей, как они что будут там устроить свои композиции. И, может быть... Добрый день, добрый день. Выходи отсюда. Так, ну что, пришлось прерваться. София не дает ни черта снимать вообще просто. Делать ничего не дает. Снимать ничего не дает. Мы уже сходили за посылкой на почту. Но я продолжу работы пока показывать. Я тут на выходных, точнее в пятницу в Дневной сон Софии, сделала шоколадницу на День учителя для Лёвиной учительницы. В общем, я впервые делала такую штуку. Ну, и мне, в принципе, вы знаете, мне нравятся маленькие работы. Вот такие, как сказать-то, непрактичные, что ли. Вот они... Эта работа пятиминутка. В каком смысле? Что она вот пять минут кого-то порадует, и всё. И весь её смысл-то, да, именно вот в этой пятиминутке. Больше ни для чего. Потому что, ну, поставит она её куда-то красиво на полочку, да, допустим. Ну, она запылится за месяц. А дальше что? А ничего. Скорее всего, она выброшена будет. И вот то же самое касается открыток. Я не люблю такие работы. Но когда-то, ну, вот настает тот момент, когда, ну, что-то хочется подарить. Ну, как бы на День учителя дарить какую-нибудь, не знаю, там, обложку на паспорт. Ну, такое странное что-то. Поэтому, естественно, я сделала вот такую шоколадницу. Мы просто положим туда внутрь шоколадку и, собственно, подарим учителю. Я считаю, что прекрасно, порадовали немножко, и всё на этом. Сзади вот так. Это самая простая конструкция шоколадницы, которую я только смогла найти на Ютубе в мастер-классах. И, как бы, кстати, Наталья Йен, вот по её мастер-классу я делала эту шоколадницу. Внутри я просто обклеила всё. Ну, всё. Я вот думаю, ещё, может быть, можно будет что-то написать, в принципе, вот сюда, потому что и бумага располагает к этому, да. Здесь сначала думала, буду украшать что-то, но потом поняла, что нет, потому что она тогда вообще не будет, ну, будет плохо закрываться. Поэтому оставила без украшения. Конечно, главное украшение на передней части. Тут много чего. Так что я здесь, вот эти вот чебордные штуки, это лупа, глобус и вот два листика, ещё вот такие вот эти скрабл. Я их раскрасила, во-первых, фломастерами, и вот эти скрабл-буковки я раскрасила чёрным фломиком, для того, чтобы они были чёрными акцентами. Но, конечно, очень всё потерялось в плане изображения. Так, вживую, вроде как, что-то видно, ну, а на камере вообще ничего не понятно, ничего не видно. Ну, вот эти вот элементы все я покрывала такой вот смолой, да, да, это смола. И, получается, сушила в лампе для ногтей, за минуту всё застывает и становится просто, ну, вот, прям как стеклянное. Вот, Соня снова пришла. Я не знаю, вообще, просто караул. В последнее время просто невозможно вообще ни черта делать дома вообще, вообще ничего, девочки. Не то, что скрабывая, вообще, в принципе, ничего не даёт мне ребёнок делать. Вот, добавила не такой, типа, кружева, что-то, вырубка старая-старая. Ничего нового, естественно, я не рубила, куда. Да, вырезалки, бумага, вот эта зелёная, это ДЛС. Вот эта вот бумага, я не помню чья, ну, школьная какая-то, да, коллекция, но производителя я не вспомню. Вот, это всё вырезалочки, давным-давно вырезанное. Не знаю, для чего я вырезала тогда, но, тем не менее, в общем, вырезанное уже всё было. И, естественно, я всё быстренько так скомпоновала, раскидала ещё бусинок, что тут ещё добавила, вот такую ниточку. Ну, то, что на Т-жик хотелось что-то добавить, а потом я решила ещё просто её скрутить и добавить вот так сбоку. И всё, больше тут вообще рассказывать нечего. Такой бордовый кортсток использовала, сюда положим мою шоколадочку, и всё прекрасно вот так и задарим. Вот, такой вот у меня опыт, даже, если честно, фоткать не хочется, потому что вот это ради одной шоколадницы антураж собирать то-сё. И ради чего это всё фоткать, потому что, ну, на заказ делать такое, это вообще капец. Ну, сколько можно цену поставить в шоколаднице? За сколько девчонки делают? Полторы? Не более того. Я за полторы не буду брать заказ, честно. Ну, если только, ну, скажем так, оптом, да, то есть не менее трёх штук в одном заказе, тогда ещё можно взяться, да, можно купить какую-то коллекцию. Ой, молодец, какая скруглитель полетел на пол. Ну, вот, ну, а так, ради полутора тысяч брать заказ, заморачиваться, доставать коллекцию, доставать под неё вырубку, вырезалки вырезать, ну, это вообще не стоит того, честно скажу. Ну, да, для себя-то, естественно, да и было готовое многое, многое было готово к этой шоколаднице. То есть я за один подход вырезала заготовку, вырезала вот эти вот все, как их, ну, вот эти вот подложки, да, которыми я закрыла. Тут же двойной слой ещё, между прочим, тут скраб-бумага приклеена на картсток, видите, кантик такой маленький, коричневый картсток, да, типа светлого крафта. И потом вот эта вот двойная такая подложка прошивалась, ну, большие подложки я прошивала, а вот эти полосочки, естественно, нет, ну, куда. Ещё я так боялась этой контрастной ниткой, ну, вроде бы неплохо смотрится, но не идеально, скажем так, это из-за того, что контрастная нитка. Вот, прошивала это я на второй заход, да, а на третий заход я уже собрала всё, склеила, композицию собрала, всё, в общем, всё сделала. А, ещё можно, кстати, побрызгать чёрными этими, да, ну, вот сейчас, наверное, буду делать, когда последний разворот в альбом Север, буду там брызгать, и я тут заодно побрызгаю, чтобы кисточки не пачкать лишний раз. Ну, вот, решила оставить такую длинную ленточку, ну, покрасивше, чтобы было, и всё. Вот такая вот история. Ну, в принципе, мне нравится, в общем-то, как получилось, но я говорю, это такая разовая акция. Что-то я не помню, показывала ли я вам готовый второй разворот Севера. Показывала или нет? Ладно, сейчас показывать не буду, потом посмотрю, пересмотрю свой предыдущий влог, и если не показывала, то в следующей части в какой-нибудь покажу. Так. А сейчас мы с вами рассмотрим первый разворот летнего альбомчика. Он у меня готов, сфотографирован, правда, пост ещё не выставила, но ничего, выставлю. Думаю, что сегодня или завтра, сегодня, а что у нас сегодня? А я говорила, да, что сегодня воскресенье. Вот, короче, как вы поняли, наверное, уже поняли, что обложка у меня будет с ацетатной плёнкой. Но я же сначала вырезала вот такую синькую полосочку, да, вот такую, потом я передумала, она у меня где-то валяется, но, скорее всего, задействована она не будет. И вырезала я, конечно, пошире вот эту часть, то есть, ну вот, обложка будет вот так, скажем, да. Вот тут ацетатная часть, одна треть от всей ширины. Ну и, собственно, вот. Мне нравятся такие работы, я ни разу не сделала такой с ацетатом, да, обложечки, но мне всегда очень-очень хотелось. И главная вдохновительница для меня, конечно, знаете кто? Лана Гарда. Вот, Светлана Окружнова. Я ее работаю вдохновляюсь в данном случае. И что? Конечно, на активном фоне мне было очень трудно, сразу скажу, потому что все казалось, если чего-то я убирала, допустим, какие-то слои, там, вот, например, вот эти, да, от штамповки, мне казалось пусто и неинтересно. Но с ними мне казалось, что перебор. И я решила из двух зол выбрать, значит, перебор, потому что когда пусто, совсем грустно, да, в рифму заговорила даже. Вот, поэтому все-таки, да, оставила я здесь слои. Слоила я и скраб бумагой, естественно, уже такой поспокойнее, вот, клеточку взяла для того, чтобы, ну, как-то поприятнее глазам, чтобы было. Вот тут рамочка тканевая зеленая. И, конечно же, эти такие, как их назвать-то, господи, что-то эти слова забыла. Соня отвлекает своими шумами, звуками, и я еще стараюсь посмотреть, куда она лезет, чтобы в случае чего, в случае опасности остановить. И у меня все, у меня все мысли теряются, очень трудно, конечно, так записывать. Не записывать было бы обидно, ничего не показывать, да, а с другой стороны, короче, не знаю, я в общем, все, мысли ушла, понимаете? У меня мысль пришла, и мысль ушла. Разбег одна секунда. Так, что я говорила? Спокойную бумажку добавила под фотографию для того, чтобы все-таки вот это вот безумие бабочковое немножко приглушить. Наслоила, да, вот эти вот петельки, за петельки, забыла слово петельки. Петельки сделала из ленточек, они, мне кажется, сюда, в общем, мега вписались. И еще наслоила вот этими отштамповками разноцветными, что добавила красивую скрепочку, добавила везде прошивочку желтыми тоже ниточками, точно теми же, которыми по периметру шила. Естественно, добавила высечку безумно красивую, вот она как фон у меня здесь идет, вот с этими листочками, да, с розовыми цветочками, это от 49 Маркет, коллекция Калейдоскоп. И знаете, что я подумала? Я сначала думала, что у меня останется много бумаги, ну, а теперь я очень сомневаюсь, потому что бумага расходуется на раз-два. Так вот, я подумала, знаете, что высечки Калейдоскоп очень круто подходят к другой очень яркой коллекции, дай бог памяти не забыть после работы этой, я достану, покажу. Уже показывала тысячу раз вам эту коллекцию, она прям мега яркая, но и высечки тоже яркие, и поэтому, мне кажется, хотя яркие высечки и к спокойной, такой, я бы даже сказала, пастельной какой-то коллекции тоже очень круто подойдут, и на контрасте, да, спокойная бумага и мега крутые яркие высечки тоже классно будет смотреться, поэтому я решила не загоняться, пускай даже если вся бумага уйдет на этот альбом, высечек все равно останется очень много, и можно будет, как бы, ни одну еще работу вот такую яркую, девочковую сделать. Также добавила вырубки, вот эти цветочки, это тканевая вырубка, добавила текстиля, это вот такая лента, очень мне нравится цвет, конечно, как она окрашена, это ручное окрашивание, все-таки добавила вот эту вот тканевую, тоже текстильная получается, да, ромашка, классно, она тут, мне кажется, вписалась, просто очень мне нравится, с такой, с божьей коровкой, ну, супер, мне очень самой нравится, поэтому я такая, ух, восторженная. Так, что еще, цветок, ну, я его, видите, прижала, для того, чтобы альбом не расперла. Деревянная вот эта вот декоративная штучка, это у нас от Scrap Melange, красиво с лимончиком, да, вписалась, вот желтый поддержан, и вообще, в принципе, красиво смотрится. Рамочка эта из коллекции идет, вот из этой, от Simple Stories, что тут еще? Ну, вот это пуговки просто, это просто пуговки, которые сначала были пришиты, а потом сверху вот это было, были приклеены вот такие декоративные штучки. Естественно, я еще дотиками поддержала пуговки, добавила пару сердечек, стрекозка тут, ну, так, по мелочи, да, и набрыск, голубая краска, это просто, как ее, ну, я забыла, как мы краски-то, какими пользуемся, акриловая, вот, а желтая, это краска по ткани, но тоже потрясающе все получилось у меня. Значит, и вторая страничка, вот здесь зажима не будет, просто зажим держит страничку на подушке картонной, чтобы картик сразу вот этот был виден, да, красивый. Что тут, в принципе-то то же самое все, да, единственное, здесь наклеечки добавили, стикеры, это из коллекции, все, да, потому что там целый лист со стикерами, и хочется, конечно, их тоже задействовать. Здесь такие перламутровые дотики тоже хорошо пошли в дело, листочки, цветочки тканевые, вот тут деревянная, опять же, кругляшечка. Так, еще здесь добавился чипик тоже из этой коллекции, на предыдущей страничке тоже чипика не было. Так, тут у меня открывашка, так, Соня пришла все нам трясти. Открывашка открывается за счет, опять же, петелек этих. Здесь фотки нет, и она здесь не задумывалась, поэтому я просто карточку вырезала, добавила. Высечки, конечно, тоже сюда пошли потрясающие, здесь вот, и вот такие цветочки выглядывают, и вот такие здесь цветочки, и вот еще веточка такая, очень красивая, конечно. Чипик пошел сюда и от 49 Маркет, и от Simple Stories, вот бабочка, например. Ну и стикеры сюда, как я и сказала, пошли. Хочется использовать хотя бы понемножку, но разного декора. Вот здесь такая вот фотография красивая. Опять же, наслоение, здесь побольше наслоения уже пошло. Тут у меня раз бумажка, два бумажка, три бумажка, три, четыре. Вот еще такой билетик яркий. Опять же, от штамповочки. И здесь у меня еще конвертик вырубленный, но я здесь очень-очень сильно налажала. Я в последнюю же очередь прошивала вот здесь, да, фотографию, и прошила ее вот так. Сами понимаете, там фотография просто насквозь прошита была. Вот таким, видите, образом. И я убрала, естественно, нитку. Про проколотое место я просто заклеила полосочкой, на которую, в принципе, внимания никто, скорее всего, и никогда не обратит. Что я буду с этим делать? Я сюда другую фотографию добавлю, но в самом конце, потому что пока не знаю, да, как там пойдет, какая фотография будет лишней. Там есть одна лишняя фотография дальше на последнем развороте. И, скорее всего, она просто переедет сюда на замену, конечно же, вот этой, потому что здесь фотка испорчена. Прямо вот по лицу прошила. Ну, такое бывает, что ж теперь поделать. Вот. Ну и все. Что тут еще сказать? Конечно, дотика добавила. Ну и все, больше ничего. Набрыск, конечно. Строчка добавляет всегда интересности. Даже вот листики, видите, я так вот прошила интересно. На первом тоже так поддержала. Скажем так, чуточек. Ну вот так, в целом, ярко, задорно, очень красиво, очень розово, да. Мне кажется, очень даже в тему. Так, следующий разворот у меня будет вот такой уже, поспокойнее. И меня это радует. Мне тут будет, я думаю, что намного интереснее его декорировать, потому что фоны спокойные. Можно смело будет добавлять всякий разный декор, не боясь сделать перебора. Хотя, ну вот, можно, конечно, кому-то и не понравится, да. Скажет, ой, масло масляное, перебор на переборе. С другой стороны, такой альбом, он тем и интересен, что каждую деталь хочется рассматривать. Ну, в общем, вот, все у меня пока идет по плану, но следующая неделя непростая. Следующая неделя это два свадебных разворота в два разных альбома, да. И разворот, конечно, для Олиного альбома. Так, а сейчас еще хотелось бы посмотреть вот эту посылочку. Итак, что я купила у девчоночки с рук? Я купила глосси почти полный. И еще тоже акцент, только крапелюрный акцент, то есть потрескавшийся. Ну, в общем, почти полный в бутыльке, поэтому очень круто. Не помню, за сколько купила. Так, и высечки, остатки вырезалок, высечек. О, боже! Так, что тут у нас есть? Я, по-моему, брала два лота всяких высечек и вырезалок. Или один это был лот, я уж не помню. Я взяла вот такие часики прикольные. Это ДВП, наверное. Хороший такой размерчик. Можно будет что-нибудь интересное сделать. Какой-нибудь декор. Вот от 49 Маркет. Ну, тут вообще прям какие-то остаточки. Это... Тут, мне кажется, какой-то микс. Так, вот еще 49 Маркет вижу. Это похоже вообще на ДЛС, если честно. Ну, может быть, нет, не знаю. Тоже мне на ДЛС похоже. Хотя упаковка вообще какая-то другая. Я не знаю, что это за производитель. Так, тут тоже всякое разное. Прям много очень всякого разного. Так, все собрано прям. Так, ну вот эта коллекция знакомая, да, вот по этим лампочкам. Я не думаю, что я прям все себе оставлю. У меня все еще хранится. Это коробка, которую девчонкам надо будет раздать. И что-то отсюда пойдет. Туда. Ну, тут вот такие вот остаточки. Это что у нас? Ментай, да? Бабочки. Так, тут у нас что? У меня далеко не все коллекции были от Ментай. И я подозреваю, что вот эти вот все вырезалки, это Ментаевские. Просто, ну, незнакомые мне. Какие-то тут интересные штучки. Не хочется мне доставать. Потому что Соня не дает покоя. И не засыпает. И снимать не дает. Ну, тоже это Ментай. Такая лесная, видимо, какая-то коллекция. Это совсем не моя история. Поэтому вот эти высечки точно пойдут кому-то. Из моих девчонок. Тут осенняя какая-то коллекция. Возможно, та, которая у меня есть в маленьком формате. Давайте достанем немножко, посмотрим. О, это даже, кстати говоря, не в резалке, а именно высечки. Потому что они очень плотные. И видно, что резка не ручная. Да, вот мне вот по этой вот, например, свече, кажется, что есть у меня эта коллекция. Такие вот дела. Хотя, может быть, у девушки плоттер просто есть. И она вырезала все это дело на плоттере. Тыковка беленькая, желтенькая. Ещё какая-то коллекция. Тоже что-то такое весной напоминает. Сейчас посмотрим. Не могу разобраться, что тут такое у нас. Да, что-то такое. Лесной походное. Жуки. Жуки. Мышата такие симпатяги. Прямо все милейшие. Ну и вот, в общем, всякие разные животные. Опять же, я не думаю, что я смогу найти применение этим высечкам. Не особо меня, наверное, вдохновляет эта история. Где-то точечно что-то можно из этого применить. Но не вот так, чтобы вот взять и всю пачку вот этих высечек куда-то в конкретную работу пустить. Поэтому тоже вот этот наборчик пойдёт кому-нибудь, кому нужнее. Соня уснула наконец-то, поэтому продолжим. Вот эти вот вырезалки, это из детского бука. Тоже от Минтай. Почему знаю? Потому что у меня есть они. Соответственно, этот набор тоже я девочкам оттам. Так, что тут у нас ещё? Это новогодние вырезалки. Наверное, с остатками, может, не знаю, либо карточки. И даже ощущение у меня такое, что это какой-то микс. Микс. Не знаю, тут я буду, наверное, потом повнимательнее рассмотрю. Но, скорее всего, тоже себе не буду оставлять. Потому что я работала уже с этим. Как-то хочется дальше двигаться. Так, вот эта коллекция у меня есть. И поэтому высечки себе я оставлю эти. Свадебный альбом недавно был. С такими штуками. И не только с такими. Вот этого, это с другой какой-то бумаги. Ну, тут, видимо, всё вместе было. Может быть, от работы осталось. Всё вместе сложила девушка. Разберу, потом посмотрю. Вот это я не узнаю. Не знаю, что это за коллекция. Наверное, у меня такой просто не было. Хотя вот эти книги как будто бы знакомые. Да, это, скорее всего, плоттерная резка. У девушки, наверное, плоттер. Потому что, когда выходили вот эти коллекции, мента ещё не выпускал, по-моему, высечек. Ну, вот мне так кажется. Поэтому я думаю, что это домашняя плоттерная резка, скажем так. Ну, тоже неплохо, тоже интересно. Так. Что тут у нас ещё? Вот это интересно. Непонятно мне, чьё. Кто производитель. Бумага тонкая. Ну, ещё непонятно, что это. Рамочки какие-то. Рамочки и двери. Ну, может быть, это из тоже бука с дверями, да, с окнами. Был же такое, да, у кого-то. Либо это ментай. Хотя нет, это не ментай 100%, потому что тонкое всё. Может быть, Summer Studio. Потому что вот эти рамочки что-то мне навевают прямо. Summer. Ну, либо DLS. Не знаю. Ну, оставлю. Может, пригодятся где-нибудь. Те же двери, да. Так, здесь открывать не буду. Это точно DLS. У меня был, по-моему, этот набор или эти листочки. Как правильнее сказать, не знаю. Тут прям какие-то остаточные остатки. Со сковоречниками. Но думаю, что ментай. Так. Дальше. Вот это тоже, думаю, что... Хотя бумага плотная. Вот это вот... Ага. Ну, это из бумаги от ментай вырезаны какие-то рамочки. Ну, в общем, не знаю. Тут сборная солянка какая-то. Так. Тут. А вот это уже пошли, значит... 49 маркет. В общем-то, ради чего я вообще-то и делала этот заказ. Вот тут большое прям количество. Листики такие знакомые. Так. Ну, что? Ну, что? Что-то коллекции я сказать не могу. Но... В любом случае, это не так уж и важно. Такие красивые бабочки. Приглушенных оттенков. Какая красивая. От зеленого к голубому. В общем, вот такая вот красота. Всякие билетики. Довольно универсальные вообще-таки. Высечки прикольные. Что-то уже посажено на картон. Так. Ну, бабочек очень много. Листочки. Вот такие прикольные тэжики. Сейчас Оля много. Ну, хотя Оля может чипчет. Я не приглядывалась, не смотрела. Ну, таких вот табов у нее много. Сейчас используется в альбоме. Вот в совместном проекте. Такие вот бабочки красивые. Красотишка. Богатство. Это мне подружка скинула ссылку. Глянь, там 49 маркет. Ну, я взяла. Естественно. Вот. И тут еще вот такие вот штучки. Которые не доставали из негатива. Ну и правильно. А то бы они все растерялись. Не знаю. Это имитация этих... Как бисера, что ли, да? Не знаю, что это. Класс. Вот. А вот тут еще и выпавшая есть одна. Так. Это один такой вот наборчик. Классный. Мне нравится. Такой он, наверное, больше весенний. А вот тут осенний. Сейчас посмотрим. Фотоаппарат. Фотоаппарат. Тоже вот эти дабы. Других уже оттенков, да? Бабочки. Желтенькие. Красивые. Так. Так. Тоже какие-то рамочки. Вот. Ну, мне вот нравится, как делает 49 Маркет. Они вот, когда высечки, да, врубные, вот так вот все вынимается. И бывает даже несколько рамочек так прорублено одна за другой. Ну, то есть, все пространство чем-то заполнено. Это очень здорово. Такие тут. Что это? Птичка какая-то. Круглые элементы. Опять же, билетики везде, да? Еще птички. Вот уже яркий такой желтый, насыщенный оттенок. Такие. Классно. Ой, мне же еще сегодня написали со Scrap Stock Market. Тоже посылочку они отправили. 49 Маркет. И причем отправили еще три дня назад. Его только сейчас написали. Ну, это прикольно, когда тебе пишут, а твоя посылка уже совсем рядом. Моя посылка уже в Питере. И, соответственно, до Всеволожеского, может, через пару дней уже даже придет. Еще рамочка. Так что в этом влоге это не последний набор от 49 друзей, как Оля говорит. Так. Всякие еще такие штучки. Сразу разобрать. Прикольные билетики. И вот такие еще надписи. Здоровские. Я такой себя богачкой чувствую, когда столько красоты получаю вообще. Так. И последний наборчик. Тут совсем немного элементов. Но все равно, мне кажется, что это 49 Маркет. Как будто бы. Потому что что-то подобное, как будто я видела у них. Хотя. Ну, да, да. Мне кажется, что это они. Марочки. А вот это тоненькое вообще. Прям тоненькое-тоненькое. Не знаю. Девочки, помогайте. Кто знает, что это такое. Мне все-таки кажется, либо это какая-то вот в перемешку. То есть какие-то прям остатки от 49 и еще что-то от какого-то другого производителя. Вполне возможно. Ну, такое что-то непонятное. А вот. Ну, в целом, я, конечно, очень довольна этой посылкой. И гости я очень радуюсь. И, конечно же, высечками всяким разным. Конечно, в большей степени я за 49 Маркет радуюсь. Потому что, собственно, ради них я вообще, в принципе, делала заказ. Все остальное, как бы, я еще когда заказывала, подумала, что пусть будет. Я просто девчонкам это все отдам. То, что мне пригодится мне в моей работе. Потому что, если раньше я хранила даже самую, там, не знаю, самую непонятную бумажку я сохраняла, то теперь я уже примерно приблизительно все равно понимаю, что у меня в работу может пойти, что нет. Поэтому, конечно, мне уже не жалко отдавать. Вот. Поэтому надписи я оставлю. В принципе, они такие тоже довольно универсальные и симпатично выглядят. Вот это, скорее всего, отдам. Потому что я вообще, в принципе, с рамочками на «вы». Двери оставлю. Двери могут пригодиться. Ну, а вот с этим я буду еще разбираться, смотреть. Ну, вот это тоже меня не очень привлекает. Так как у меня есть вот некоторые коллекции. То, что подходит к коллекциям, я, конечно, оставлю себе. А вот то, что у меня либо есть, либо уже использовала я, я не буду оставлять. И не буду жалеть. Это тоже. Вот это оставлю, потому что есть коллекция. Это нет. Это, не знаю, наверное, тоже нет. Не вижу я такой стиль в своих работах. И вот это оставлю так, как есть коллекция. Ну, то есть вот у меня еще для девчонок сколько подарочков будет из этой посылочки. Вот, и не знаю, тут вот надо смотреть тоже, может быть, что-то я отдам. Так, все, пока на этом все. Я сегодня буду, наверное, вырубкой сейчас заниматься для свадебных альбомов. Ну, и Оля добавила уже видео с следующим этапом. Поэтому, в принципе, можно уже думать. Там на последнем этапе подвох. Там есть обязательный элемент, на который я не рассчитывала. То есть у меня вообще не было в задумках делать что-то такое, что Оля назвала обязательным элементом. Поэтому надо думать, прежде чем приступать к этому развороту к последнему. Вот, ну, подключусь на недельке, когда будет что показать. Сегодня вторник. Так, у меня тут две посылки и заготовки страничек для свадебных. Короче, я не поняла прикола у фэнтези. Может быть, у них так всегда. Я, по-моему, не участвовала до этого у них в совместниках. Как-то странно. Вот понедельник, вроде начало нового этапа, выходит пост от одной из их дизайнеров. Так, чисто вот с фотографиями, с обязательным элементом мастер-класса нет. Я вообще не поняла. Типа мастер-класс будет завтра. Вот он вышел только сегодня. А мне же нужно, как бы, у меня каждый день на счету. Но я не могу приступить, например, к Олиному, ну, к развороту по северу. Потому что, ну, там надо, извините, настроиться. Там нужно особое настроение для того, чтобы начать вообще творить. Эти же альбомы, они проще. Тут не надо особо задумываться. Единственное, над чем нужно задуматься, это над раскладками. И, короче говоря, из-за того, что вчера мастер-класс не вышел, мне пришлось, конечно, думать самой над разворотами. Вот, поэтому у меня вообще не по мастер-классу будет. Ну, может быть, я повторю раскладки в других разворотах просто. Посмотрю, выберу что-то наиболее понравившееся и буду делать. Так, вы сейчас видите раскладку по осеннему альбому. И это не первый разворот будет, это последний разворот. Я решила так. У меня сделан первый разворот по зеленому из идиллии. Вот, да, вот так, первый разворот. Я потом еще прошивала, но ниточки еще не убрала, то есть, ну, такой, не пойми чего. Но зато уже все на месте, именно по раскладкам. Вот, я уже, естественно, и файлики все вшила. Осталось только задекорировать, да, осталось только задекорировать. Естественно, это не быстрый процесс, поэтому это не говорит о том, что, о, я почти все сделала. Нет, конечно. Я сделала, грубо говоря, только заготовку. Здесь я вот эту вот подложку прошивала, поэтому тут еще не склеена. Внутренняя часть тоже со швом мышиным. И, в общем, тут надо как бы доделать будет. Декор будет вот здесь. Так вот открывашка. И еще много фотографий чисто вот в таких файликах. Ну, красотишка. На самом деле, да, сейчас они белым цветом выбиваются из общей массы. Но когда они будут заполнены фотографиями, ну, это же не будет уже так выглядеть бело. Наоборот, будет все очень даже красиво. С другой стороны, белый неплохой. Это все-таки свадебный альбом. Он и не должен быть каким-то мрачным. Да, поэтому вот так. И я вообще думала, что я одинаковые раскладки буду делать. Но в связи с тем, что осенней бумаги у меня все-таки побольше было. И, да, у меня есть возможность побольше рамочек нарубить. Побольше вот таких вот завитушечек, открывашек нарубить. Все-таки раскладки будут разные. Но я решила, если здесь я делаю первый я разворот, значит, здесь я делаю последний разворот. И вот так местами, да, буду менять. Вот, короче, первая страничка у меня получается такая. Здесь будет завязочка. Мне хотелось сделать как будто ворота вот такие открывать. Ну, не ворота, а створки, да. Здесь завязочка будет. Естественно, декор сверху. Изнутри, может быть, тоже будет декор. Я еще не решила. Потом будет открывашка вверх. Две рамочки скрапывая. И потом еще будут вот так пришиты горизонтальные фотографии. Вот эти вот фалики. Еще здесь я еще только склеила, но не прошила. То есть не успела. Это я уже ночью вчера буквально доделывала. Чтобы хотя бы раскладки были более-менее готовы. И на второй страничке, это вот форзес, да, по второй, у меня вот такая длинная подложка. Здесь будет завязочка. И декор здесь, и вот ленточка тоже оттуда будет идти. Изнутри вот такая голубая. Мне показалось, что светло-голубой такой оттенок. Нежный, он подходит, в принципе, к бумаге. На дне еще одна рамочка скрапывая. И будут еще вот так вот в бок немножко вшиты вот эти вот файлики. То есть вместительность в этом альбоме по фотографиям будет просто колоссальная. Но это и неплохо, да. Например, заказчики любят, когда большая вместимость в альбомах. Вот так вот я продвинулась на данный момент. Сейчас утро вторника. Мы только вот пришли с улицы, когда мы отводили льва. Вот мы отвели льва. Я подумала, так, почта уже открылась. Типа, пойдем-ка мы сейчас за заказом. Ну, за посылками. Как раз пришла вторая со скрапсок маркет. И я решила обе сразу забрать. Здесь внеплановая покупка в маленькой коробочке. Это я еще когда думала над альбомами, я подумала, блин, у меня вообще нету осенних цветов для осеннего свадебного альбома. И по итогу я ни у кого не увидела, не нашла. У себя ничего не нашла. И такая, ой, да ладно, короче, не буду я тратить деньги, я ничего покупать не буду. Как раз там у Лены Слоутина делала альбом свадебный из Ментая без цветов. Я такая, во, я повторю за Леной и не буду делать с цветами. Ну, а потом, сейчас скажу, Людмила Денисова выставляет наличие. И как раз расцветочка осенняя. Вот, я такая, ну ладно, возьму. Даже если я в этот альбом не пущу цветочки, ну и ничего страшного, в конце концов, можно будет добавить на какие-то другие работы. Они довольно-таки, можно даже вот, хотя здесь мрачноватый, только вот оранжевый какой-нибудь цветок. Я подумаю. Короче говоря, решила взять, потому что, ну вообще ничего, желтенького, оранжевого, ничего такого подходящего нет. Это вот подарочек. Такая вот красивая, очень веточка, да, веточка. Ну и сами цветочки неплохие. Не первый раз заказываю у Людмилы цветы. Я в прошлый раз заказывала, конечно, давно я заказывала. Я заказывала под Сонин детский альбом первого года жизни. Помните, еще такой у нее яркий альбом. И я заказывала у Людмилы осенний набор под осенний альбом, где мы с Сониным папой. Вот я его недавно только закончила. Он у меня был долгостроен, сами понимаете. Короче, можете представить, насколько давно я заказывала у Людмилы цветочки. Очень давно, правда. Они у меня долго лежали, ждали своего часа. Ну вот, наконец-то потратились практически. Еще пара листиков осенних у меня осталось. Буквально вот в подборке их показывала к осеннему альбому. Это вот как раз от Людмилы еще оставшиеся листочки. Ну вот в этих наборах цветов нет, к сожалению, листов. Очень бы хотелось на самом деле. Ну, она вроде как предлагает, ну типа за отдельную стоимость. Я такая подумала, ну нет, не буду. Если нет в наборе, ну и фиксим. У меня в конце концов листочки вон отдельно закажены были. Хватит мне. Надо будет добавить, добавлю оттуда. И в конце концов я специально же брала там только листочки. Вот, поэтому там можно подобрать будет. А это Scrap Stock Market. Это была, типа, быстрая закупка. И приехала вот такая вот мне красота. Вообще я хотела побольше заказать вот из этой коллекции Crafty Garden. Но я лох. Потому что у меня не сработал будильник. И я очнулась спустя 20 минут после того, как были открыты комментарии к альбому. И там просто все разобрали, кроме последнего вот этого большого набора. Прикиньте, я вообще такой лошара. Я не могу. Вот в 19 часов открывались комменты. В 19.20 я очнулась. Такая, ой! И я взяла уже только то, что осталось там буквы. Вот реально осталось из всего того многообразия декора. Там вот представьте, там всякие дотсы, натирки, бумага, высечки. Ни одной, ни один вид. Из всего остался только вот один большой набор. Я хотела взять маленький, вот такого формата. Потому что такой формат мне больше нравится. И вообще мне кажется, что здесь больше получается самой бумаги. И он даже дешевле стоит, чем вот этот вот набор. Тут 10 листов плюс один лист чего-то там. Вот. Ну, короче, обложка у нас идет на обратной стороне с принтом. У меня из этой коллекции тоже что-то есть. Там высечки, чип не помню из этой или из похожей. Но есть чипик у меня прям подходящий по цветовой палитре. Не помню, просто из этой коллекции или просто из похожей. Ну, потому что там реально есть у них коллекции, которые очень-очень похожи по цветовой палитре. Поэтому... Ммм, свеженькой бумажкой пахнет. Поэтому вот так. Очень, конечно, классная коллекция. классные цвета цветы ромашки все мне очень даже нравится плотность фантастическая конечно мне захотелось вы уже поняли я стала фанатом этой бумаги во всем виновата оля не этой бумаги этой фирмы потому что не только лишь плотность меня привлекает у 49 маркет конечно меня привлекает то что каждой коллекции просто грандиозное количество всяких декоративных штук вот и таких которые легко применять не вот никак у например у той же примы да я не говорю что прямо мне не нравится прямо мне тоже нравится но очень ограничено то есть вот ну вот прям вот из 10 коллекций мне понравится 1 но понравится так что я буду готова потратить эти бешеные деньги но в чем косяк лично для меня в том что например те же высечки у них опять же лично для меня очень тяжело применимы чипик тоже очень тяжело применим вот то есть их стиль для меня тяжелый какой-то а вот в 49 маркет меня именно и привлекает ой какой темный лист классно это как будто ну старая книга до корешочек этот вот это форза цветной а вот это вот обложка и вот их когда открыли а он все такое облезшие прикольно смотрится вот вот поэтому меня 49 и привлекает потому что ну мне прям по кайфу использовать о какой вот это наверное самый клёвый для меня листик вообще красивый короче здесь никаких украшалок нет кроме карточек ну слава богу с обратной стороны есть print можно принтер использовать можно карточки использовать все прекрасно ну как я и сказала у меня целый набор высечек и чипа поэтому в принципе на работу достаточно может быть я как-нибудь что-нибудь докуплю еще но я по-моему ничего из этой коллекции не докупала я сейчас участвую еще в другой закупке которая долго от двух до четырех месяцев вот в той закупке я по-моему ничего не отмечалась коллекция хотя я могу ошибаться потому что я отмечала в начале сентября и я уже реально не помню что там отмечала я хотела вот вчера еще на отмечать чего-нибудь вчера было шестнадцатая по моему последний день это когда можно отметиться в этой закупке я не могла найти что я там набирала выкиньте ну просто вышибла из памяти ну да ладно ой тут все листочки по отдельности очень мне понравился коллекция академия видимо коллекцию рисовал вот как некий дэнис брутон прикольно нет пену школьная коллекция чтобы тяжело ошибиться по принтам да но это не такое что типа детская какое-то да это нечто как будто бы ну какая-нибудь закрытая школа да вот что-то вот навевает такое настроение вот но я подумала что мне прям ее хочется смотрите какие классные здесь и рисунки изображения принты да классно они уже составлены очень плотная бумага потрясающе одно удовольствие в руках держать так вот тут как будто две подложки для фоток да сразу же оформлены прикольно а ну-ка вот похожий лист с одной стороны идентичен а с обратной стороны тоже вот два одинаковых сначала шел один она эта обложка потому что так следующий принт но очень и яркие такие элементы все очень классно прорисованы вот эти вот рюкзаки просто да очень но вот мне нравится сама рисовка данных принтов картинка зернистая да блин как показываю что-то классное так сразу и качество говно что-то такое же несправедливость опять же да как будто бы два места под фотографии так тут полочка опять же с книжками ну тут как будто натирка сразу же до применена ну в общем все составлено как будто бы мне все равно нравится и снова да на обороте смотрите что на каждом принте что-то планеты на каждом вижу что не на каждом да опять две повторочки классные тут как будто большие такие двери в какой-нибудь зал обеденный вот такой активный принт и в большом формате возможно можно было бы даже повырезать что-то такое но 49 это вообще не актуально скорее всего потому что ну блин столько украшалок что зачем еще что-то вырезать классные мне нравятся принты посмотрите цвета ты какие-то ну такие не вырви глазные очень спокойные классные при этом яркие очень-очень хорошо моим глазам сейчас вот такой там доска очевидно такая типа миловая очень красиво мне очень нравится о полке с книгами очень мне тоже по душе классинка а сзади тетрадный лист видимо но он что-то как-то много полосочек на нем но он вообще вообще все зернистая кошмар девочки простите меня пожалуйста но я бы не дотерпела показывать вам через еще не знаю сколько мне надо было подождать три четыре пять часов я бы вскрыла тогда без вас эту бумагу за качество я извиняюсь конечно так вот этот print тут клетка и на клетке как будто такие пузыри краской сделаны вот почему-то я так решила а сзади просто клеточка такая молочного оттенка ничего ярко белого здесь нет классно мне нравится тут тоже сам точно такая же клетка как и на предыдущем принте только уже как будто тоже красками кисточкой знаете вот так прорисовано прикольно очень здорово то есть пузырьки а вот здесь зигзаги с обратной стороны клетка но еще с узором вот таким интересным караул да просто караул не качество какашка так мой вот это еще мне тоже нравится доска она цветная но цвета настолько приятные что вот просто хочется смотреть на них вообще классно здесь линейки такой приглушенно оранжевый оттенок ну просто услада для глаз правда я еще не придумала куда я эту коллекцию пущу на что но вовсе непременно я придумаю потому что она конечно офигенская так здесь у нас кирпичная кладка а здесь невероятного оттенка зеленая клетка ну очень мелкая но тем не менее но зеленый здесь просто невероятно вот очень красиво я не знаю как вам объяснить камера в принципе передает достаточно правильно и надеюсь зернистость картинки не помешают вам насладиться этим потрясающим оттенком просто очень классно так цифры цифры в разном размере в глазах рябит конечно немножко а вот тут причем ну тут просто черный фон и светлые цифры а вот здесь светлый фон имеет клеточку тоже то есть это не просто просто заливка до светлая молочная именно с клеточкой это же цифры но где-то в слоях даже такая бумага прекрасно будет смотреться особенно темная ее сторона акцент нам будет очень здорово а вот здесь осенние листья очень маленькие и опять же на клеточке очень интересно задумка классно красивые красивые листья и линейки только уже не оранжевые а желтые очень очень здорово я в полном восторге девочки честно вот такие карточки небольшие но это хорошо да потому что и бумага сама небольшая хотя вы знаете если составлять делать везде составные фоны посмотрите какого размера можно сделать альбом это большой формат поэтому и плюсом тут очень много самих листочков поэтому мне нравится больше такие наборы они 30 на 30 где всего там 11 принтов так и вот здесь очень-очень сильно активный принт то есть но тут повторяются видимо паттерны не хотя нет в разные стороны все смотрят и где-то что-то какие-то различия имеются очень активно но так красиво вот прям хочется впитать себя в каждую деталь потому что они очень классно качественно прорисованы все рюкзачки листья у глобусы часы лампочки книги все прорисовано настолько красиво и классно что вот вот прям хочется вглядываться ну и карточки с надписями конечно мне тоже нравится потому что они маленькие их можно прямо в декоративную точку вписать и задняя часть обложки этот пред наверное который первый был не это не различаются вот то есть по одной штучке с передней и задней части но они как бы похожи тем что есть светлая часть и есть принт какой-то но тем не менее они различаются вот а всех остальных получается по 2 а сколько у нас всего уходит они написаны мне кажется что больше 20 хотя может ошибаюсь из-за плотности ну-ка сейчас посчитаем 6 26 листов внушительная такая стопень прикольно очень классно если грамотно расходовать даже на две работы хватит а если не грамотно души то одна полноценная крутая работа получится даже с таким количеством бумаги и высечек я еще ну я по-любому из академии что-то докупила только я не могу вспомнить что проблема вот но в академии к сожалению я хотела ацетатов каких-нибудь взять но в академии я так поняла нет никаких ацетатов так вот лист прям я бы сказала что это вообще это лазерная резка но вот эта обложка она не прорезана естественно но она настолько плотно она плотнее мне кажется даже вот это вот этой бумаги плотной бумаги но она прям вообще но может быть не это только кажется бог знает я вообще себя поди никак не позиционирую мастеров нет но это потоньше хотя тоже под если например здесь 250 вот здесь 300 я бы вот такое да такую дала оценку вот эти элементы нужно будет вручную вырезать естественно я боюсь что я здесь могу навредить бумаги потому что она сверх плотная ну и ладно я знаете через дума кругляшки можно вырубить на машинке здесь достаточно по простые формы их можно аккуратно вырезать ну шкаф в принципе тоже несложный а тут кстати видите отставки здесь дело наверное для плоттера у меня к сожалению нет или к счастью не знаю в принципе формы простые нормально вырежу и самый смак самый кайф так я хочу вот наверное вот так вот сделать айка как показывает о боже мой нет ну надо что-то однотонное как красиво девочки лампочек много видно вам надеюсь да это у нас бургеры всякие карандашики линеечки это все очень такая шершавенькая бумага матовая приятная глобус фантастический портфель парты часы насколько это красиво как это все такое красивое я не знаю другое слово подобрать о боже просто цвета неописуемо прекрасный я не знаю как сказать сова тут даже есть кубок яблочки всякие очень много к стопочек книжек тут такая стрелочка еще одна часы очень красивые ну вот цветовая гамма просто невероятная все-таки вылетел этот ранец смотрите как здорово ну вообще невероятная красота это стоит этих денег клянусь я не знаю я фанат ой так и посмотрите еще на 2 палетки насколько много здесь листочков так ну-ка вот так делаем этом все вылетает их так на одной получается части очень много осенних ну оранжево-коричневых да и зелени листочков много классно я люблю вы знаете и с одной стороны с другой стороны много бордюрчиков таких книги карандаши вообще потрясные вот эти все прорублены по отдельности зигзаги так черно а вот это вот одинарная такая штука вот эта полоска черная как будто оторвана да вот оторванный край а из-под него выглядывает еще тетрадный такой блокнотные блокнотной части то же самое только зеленой потрясающей клеткой ой девчата я в восторге просто невероятно это любовь любовная я конечно же сейчас пока не буду с ней работать я наверное буду на нее сначала какой-то период времени просто любоваться девочки это же просто фантастика я в полном восторге ну вы поняли я остановиться не могу просто закройте мне кто-нибудь рот ладно короче сегодня что у нас вторник я более-менее что-то там докумекала по поводу разворота последнего в север и может быть сегодня начну вообще не факт конечно же потому что соня становится блин сверх непредсказуемой сегодня она меня подняла я до двух часов делала вот те развороты свадебные альбомы и соня решила что ей нужно встать пол шестого и она стала естественно и маму подняла поэтому я вообще-то немножко в шоке она давно не вставала так рано и как у нас естественно он по пути домой из школы когда мы льва проводили она заснула я шла потихонечку чтобы дать ей хоть немножко поспать иначе что там эти 15 минут она бы только перебила свой сон при этом не выспалась бои настроение у него было бы конечно сверх негативное и что дала ей немножко поспать мы поспала на там минут 45 что мы еще на почту вот заходили сколько-то там постояли и что у нас сегодня будет дневным сном совершенно совершенно непонятно сейчас вот я потратила ее ли лимит хорошего настроения на записи этого видео что будет дальше совершенно непонятно поэтому ну будет что показать естественно я подключу привет привет совсем коротенько включение во влог просто для того чтобы показать чем я занималась сегодня сегодня пятница и вместо того чтобы заниматься альбомом в совместном проекте мы прекрасно да просто чума просто чума из того чтобы альбомом заниматься в совместнике с альбомом север вот все сообразила что надо сказать. Я занималась балконом. На предыдущих видео вы могли видеть, что у меня вот тут в окне такая вот фигня решетчатая была видна. И она, конечно, перекрывала очень много солнечного света. Это просто было очень некрасиво. И с учетом того, что мне нужны съемки, это было очень не в тему. Короче, я сегодня балкон разбирала. Это вторая кровать детская просто. Она полуразобранная, но я ее вот так вот положила. У меня еще образовалась такой столик. Я прошу прощения за визги Сони, но она жутко недовольна тем, что я вдруг начала снимать. Разобрали мы с Софией балкон. Все красиво сделали. Там еще уйма оказалось места свободного для всякого всего. Поближе уже санки положила. Поставила, чтобы как только понадобится, сразу под рукой были. Ну и, и. Вот отсюда я убрала свой стол, потому что Соня прямым ходом, чуть ли не с разбега, с Левиной кровати, прыгала на мой стол и за всеми моими баночками и бутылочками. И сейчас вот мой стол выглядит вот так. Я убрала совсем в шкаф компьютер, но он сейчас вообще не нужен. Я решила не заморачиваться с переводом всех видео на Рутуб. Не хочу, честно. Меня гнетет то, что сделали с Ютубом. И вообще, ну как бы, разбираться с этим вот лишний раз, да, я не хочу, честно. И ради этого подключать компьютер я, соответственно, тоже не хочу. По всей видимости, у меня будет вот так вот выглядит рабочее место. Да, конечно, у меня тут будут стеллажи, эти, штабелями коробки пластиковые стоят с моими проектами, потому что по-другому никак. Это трэш просто полнейший. Я говорила, да, по-моему, уже, что Соня научилась передвигаться со стулом вместе. То есть она ставит стул куда надо, залезает куда надо и все. В общем, подстраиваемся под обстоятельства и скрабим дальше. Надо бы заканчивать уже этот влог. Сейчас прибежит Соня и будет нам кричать, но я очень постараюсь все вам показать по-быстрому и закругляться. Сегодня суббота и у меня два дня для того, чтобы закончить вот этот разворот север, сфотографировать вот этот разворот свадебный и доклеить, закончить вот этот разворот тоже свадебный и тоже сфотографировать. Ну, план просто грандиозный, конечно. Я тут просто вчера уже ночью, я по ночам теперь скраблю, да. Ночью уже накидала сюда украшалок на внутренней части, а лицевые уже украшены. Здесь я, скорее всего, уже не буду украшать и вообще я здесь не собираюсь клеить ни какие рамочки или подложки. Вообще это место хочу оставить, ну, на всех разворотах свободно. Уголки если только приложу, если когда кто-то купит альбом, уголки приложу в нужном количестве, чтобы можно было размер фотографий выбирать самостоятельно. Как вы видите, я вот таким образом пришила здесь эти файлы, файлики, да, кармашки-файлики. Здесь у меня сразу сколько? Раз, два, три, четыре пришиты сразу. Ну, то есть это как бы два разворота, грубо говоря. Вот этот сгиб закрыт бумажкой, все красиво прошито и, в общем-то, смотрится очень красиво. Две фотографии 9х13 здесь помещаются, то есть вот здесь в файликах получается 8, да, фотографий 10х15, здесь фотография и здесь еще две, ну, очень большая реально вместимость получается у альбома. Лицевая часть вот такая, здесь, конечно, не будут никакие фотографии помещаться, здесь чисто украшательство, завязки, здесь шнурочек, я его потом подрежу нужной длины. В общем, вот так. Решила я в этом альбоме использовать надписи не на русском языке и мне очень даже нравится, как это выглядит. Вот. Тут надпись, если что, ты нужна мне в моей жизни, а вот здесь продолжение, сейчас и навсегда. Мне кажется, очень красивая, хорошая надпись. И вторая страничка в этом альбоме, Just Mariette, надпись, да? Ну, конечно, погромче, главное. Здесь, здесь у меня пошла бутылочка такая стеклянная, я ее обрабатывала этой смолой, и она реально выглядит как будто бы стеклянная. Ну, в общем, обязательно элементы соблюдены. Здесь у меня есть и пудра, да, М8, чипик обрабатывала. Здесь у меня, конечно, ножи от Фэнтези, их довольно много, и, по-моему, здесь практически, ну, все ножи это Фэнтези, вот, во всяком случае, на лицевой части. Есть тканевые высечки, есть, конечно, бумажные высечки, есть вот такие петельки, опять же, тканевые, тканевые листочки тоже здесь есть, ну, и, в общем и целом, вот так. Так, вторая страничка, здесь тоже рамочка, завязка на ленточку, я решила, что такой цвет очень даже вписывается в данную цветовую гамму. Здесь, ну, вырубка вся та же самая, тоже тут тканевая рамочка классно пришлась, вставила я в эту рамочку пиджак мужской, очень красиво смотрится, как по мне, и вот здесь еще нужно украсить, вот внутренняя часть, да, она пустая, конечно, пока что надо чем-то украсить, скорее всего, сбоку, потому что фотка вставляться будет сверху, я не хочу перекрывать, тут просто штампинг можно будет сделать, и все. Вот здесь над ней я зачем-то бахнула рамочку, но это вот я когда еще собирала разворот, зачем-то я решила это сделать, ну, да ладно, сделала и сделала. И здесь точно по тому же принципу пришиты файлики, только уже другой направленности, тоже их тут 4, соответственно, 8 фотографий, рамочка 9, рамочка 10 и рамочка 11, то есть на одной страничке прям 11 фоток, ну, красота и вообще, слов нет аж прям. Вот эту, вот этот разворот я уже доделала, то есть здесь у меня и набросок, и штампинг уже сделан, только вот сфотографировать надо. Здесь применила белую ленточку, очень красиво смотрится белый торжественный, вот здесь белый выбран цвет для какой-то торжественности, да, вот добавить торжественности хотелось мне, потому что вот этот крафт, он, конечно, вот как будто бы немножко упрощает работу, но вот белый цвет, как по мне, он придается больше торжественности, поэтому я выбрала белый в качестве здесь вот вырубки, да, вот эти листочки беленькие. Картсток тут не прям белый-белый, он перламудровый, на самом деле, золотинками переливается, но, честно, это видно, наверное, только когда целиковый лист, а вот в вырубке не сильно видно, но, тем не менее, цвет приятный, картсток у меня был очень плотный и поэтому я решила его задействовать, конечно. Бабочки сюда пошли, пошли сюда вот эти ацетатные украшения от 49 маркет, видите, здесь веточка раз и здесь веточка два. Мне нравится, как они смотрятся здесь. Соня вовсе веселится, прыгая по лёвиной кровати. Здесь также есть тканевые петельки, тут даже есть цветочки. В осеннем альбоме я пытаюсь избежать применения цветочков, не знаю зачем, но вот так. Высечки бумажные, высечки тканевые, вырубка и кружева. Кстати, здесь в осеннем кружева нет совсем, вот, может быть, в дальнейшем появится на других разворотах, но я не уверена. Так, что тут еще? Кстати, вот эти сердечки, да, как прекрасно они сюда пошли, хотя я очень сомневалась в том, что правильно сделала, что приобрела их. Но, вот, как видите, они прям хорошо пошли. Единственный момент, что я их по два склеиваю, чтобы толщина все-таки была такая более приличная, для того, чтобы, ну, как бы, не покорежила их никуда. Ну, вот, внутри, внутри тоже я, господи, внутри тоже немножечко слегонца украсила высечками и бумажными и тканевыми набрызко-штампинг. То есть, тут прям совсем в легкую я оформила. И здесь, смотрите, файлики. Количество файликов то же самое, то есть, вот, четыре кармашка. Но в этот раз, в этом альбоме, я решила их немножко разделить и на два уровня, да, пришить. И вот таким образом я оформила. Ну, мало ли, показываю так подробно для того, чтобы кто-то, если, ну, понравилось этот способ, смогли увидеть, рассмотреть и, возможно, повторить в своих работах. Мне вообще... Да что? Я извиняюсь, девочки, но по-другому мне не записать видео. Я и так сколько-то дней не записывала, по причине того, что, ну, у меня нет возможности, вот только так. Поэтому я, конечно, хотя зарекалась я уже извиняться за вот эти вот крики-вскрики детские, но когда идет перебор, я прям не могу промолчать. Я понимаю, что это может мешать, но, тем не менее, другого варианта и другой возможности что-то вам показать у меня, к сожалению, нет. Нет. У меня еще плюс ко всему тому, что я решила сделать, делать одновременно столько много работ, внезапно, я реально не ожидала, но внезапно у нас началась микрополяризация. Это забирает на неделе очень много времени и моих жизненных сил, потому что, сами понимаете, удержать ребенка на проводах это очень трудно. И это забирает очень, реально, очень много моих сил. По времени вроде как немного, час времени в день, и то не каждый день, там, через день делаем. Но, тем не менее, вот этот час, он настолько для меня тяжелый, что я потом отхожу еще очень долго. Поэтому, ну, вот так. То есть, одно на другое наложилось, и я в шоке, просто в шоке. Но я пытаюсь, я стараюсь и не унывать, и, конечно, выполнить все задуманное. Это даже не вопрос того, что вот вязал совместник, теперь вот пыхчу, стараюсь, но успеваю. Это не из-за совместника вовсе, а от того, что я целенаправленно себя загрузила для того, чтобы беспокоиться о скрапе, а не о чем-то другом. И поэтому я, ну, вязалась, я хочу, да, я хочу все успеть и выполнить задуманное. Вот. Так, это у нас вот первый разворот, это первая страничка, это вторая. Тут, кстати, надписи, ну, я в обзоре, да, показывала, что это тканевые надписи. А сейчас еще, по-моему, я заказала сейчас набор, не помню. Я просто заказы, хотела сделать два заказа в Фэнтези и в Красного Шоп. Фэнтези еще не сделала заказ, а в Красного Шоп сделала. И я не помню, где эти надписи у меня в корзине лежали. Вот, здесь часики чип, это Крафтоклок, по-моему, если я не путаю. Вот, здесь такие белые голубки, а здесь у меня какие? А тоже белые, я решила, да. Вот, тут тоже белые голубочки. Белые листочки, высечки бумажные. Тут цветочек тоже притаился, на соседней такой же точно. Вместе навсегда. Тут тоже петельки тканевые, буковки, камушки, переливающиеся на обеих страничках. Вот здесь спрятался, вот здесь рамочки тканевые. Ну, то есть, многослойчик. И тканевые листочки тоже есть здесь. И бабочка. А здесь завязка на шнур. Шнур с кисточкой. Мне очень нравится, как смотрится. Тут открываем, тоже небольшое оформление, чисто для того, чтобы заполнить пустоту. Рамочка раз, рамочка два. И здесь точно так же я разбила на два уровня вот эти кармашки. Здесь оставлю для самостоятельного вклеивания фотографий. Я делала эти развороты все не по мастер-классу, потому что мастер-класс вышел не в понедельник. Мне нужно было начинать уже в понедельник, для того, чтобы, ну, вообще, в принципе, успеть. Поэтому я, конечно, сделала свои раскладки. Ну, а дальше посмотрим, как пойдет, как получится. Так и буду делать. Может быть, что-то по мастер-классу у меня получится сделать, может, нет. Ну, и последнее, что я хочу показать, это альбом Север. Последний разворот, третий. И что у нас тут? У нас тут обязательно элемент нарисовался на последнем этапе. Это нужно было сделать декор своими руками. Что-то, да, без разницы в какой технике. У Оли, например, цветок тканевый, ромашка потрясающая, конечно. Мне здесь цветы совсем вообще никуда. Ну, вообще никуда. И поэтому, посмотрев на свои фотографии, я пришла к выводу, что мне прям вот все, все говорит о том, что нужно делать что-то деревяшечное. Да, потому что и сам фон был выбран, деревяшка вот такая потрескавшаяся белая. И здесь забор точно такого же, ну, мне кажется, точно такого же, фотки немножко темнее просто, да. Точно такого же оттенка светлого, я бы сказала, даже серо-белого какого-то. И вот здесь фотография тоже, видите, деревяшки, ну, такого более темно-серого оттенка. И прям вот все кричало мне с этих фотографий, делай деревяшки. Ну, естественно, я и сделала. Что я сделала? Ну, тут уже у меня склеено, приклеено все. И вам так подробно не получится деревяшки показать. Ну, вот так приближу, чтобы вы увидели. Это картон, нанесенная текстурная паста через трафарет, чтобы текстура дерева, да, немножечко была. И потом покрашено. У меня есть крокелюрный лак от Fractal Paint. Принцип такой. Сначала наносится какой-то основной цвет, который будет под низом проглядывать. Я взяла просто такой грунт черного цвета. Сначала загрунтовала. И потом, значит, наносится этот лак. Высыхает он. Там 2 часа написано, что надо подождать. И поверх наносится краска, которая уже будет трескаться. Я сначала нанесла. У меня есть такой, знаете, очень красивый цвет. У меня под рукой просто нет. Я убрала все в коробку, все свои баночки. Такой цвет, он как серо-голубой, что ли. Но серо-голубой цвет, в принципе, мне очень сюда подходит и очень в тему. Я сначала его нанесла. Но мне показались слишком темными эти досочки. Хоть, казалось бы, цвет очень подходящий, но все-таки мне было темно. Поэтому я нанесла еще один слой лака кракелюрного. И потом уже белой краской добавляла белого цвета. Не так, чтобы я полностью прокрашивала, но все-таки наносила немножко белого. И получилось так, что трехслойный такой цвет у меня вышел. Но мне нравится. В принципе, не то же самое, конечно. У меня не получилось повторить то, что на фоне. Но, тем не менее, в принципе, мне очень даже нравится, как получилось. Добавила еще бумажек всяких, слои, фотографии, аж четыре штуки. Одну фотографию я просто по контуру вырезала, вот такой вот дом. Ну, благо здесь все было просто, да, вырезать. Посадила на пивной картон, такой довольно широкий. Торец прокрасила фломастером серым и потом глость еще запаяла. Я буду его прошивать, поэтому он не приклеен. Тут слишком большая толщина, чтобы прям все вместе прошивать. Поэтому я его пока не приклеивала. Но смотреться это будет вот так. То есть я здесь еще картон тоже наклеила, потому что здесь такая довольно большая ступенька из-за вот этих деревяшечек. Вот. Это отдельно будет прошиваться. Пока так. Но, как Оля выражается, это рыба. Конечно, еще будет какой-то декор мелкий. Единственный вопрос у меня в голове, добавлять ли... Я потом, когда рылась еще в высечках во всяких разных, да, я вдруг обнаружила вот такую высечку классную. от 49 маркет. Я тогда думала, блин, но ведь это же судьба ей, по идее, здесь быть. Но я сомневаюсь в том, что нужно ли мне ее применять. Вообще вот так вот я думала сделать. И вот на этом заборе какую-то надпись, какую-то надпись вытянутую я пока не нашла. Может, еще найду, как бы, как вариант. Я говорю, я вчера ночью это все дело собирала. Вот. Ну, пока вот так приложила. Думаю. Очень будет интересно услышать ваше мнение. Как вы считаете, вот так или без забора лучше? Вот так. Не знаю. Я сама потому что сомневаюсь. Я вообще обычно мнение чего-то спрашиваю очень редко. Очень редко. И, как правило, даже если я спрошу, я все равно сделаю по-своему. Но почему-то решение приходит быстрее, когда ты спрашиваешь. Вот ты озвучил свои сомнения, и потом это решение, выбор, приходит быстрее. Лично у меня вот так. Я не знаю, почему. Ну, в общем, так. Что тут у нас на соседней страничке? Здесь потрясающе совпадает фон на бумаге и фон на вот этих вот фотках. Поэтому прям вот сразу был выбор сделан, что вот именно эти фотографии будут именно на этом фоне. То есть это вообще с самого начала было определено. Мне очень нравится такое попадание, что здесь просто наслоение бумажек. Вот. Даже упаковочку повторила за Олей и вписала в многослой. Здесь вот эта рамочка из вырубки, точнее, из этого кортстока такого ментолового, добавилась, чтобы поддержать вот этот зажимчик. Захотелось вот такую вот суровую рамочку добавить сюда. И думаю, что, скорее всего, надпись будет вот такая. Мне не хочется сплошняком. У меня есть, естественно, вот эта внутренняя часть там с какой-то надписью. По идее, можно было бы добавить. Но я решила, что я не хочу прям перекрывать все то, что внутри, вот эти вот, да, слои. Я хочу просто вот так. Может быть, что-то мелкое еще добавится. Тут еще вот такая надпись. Вот эта еще не приклеена. Я еще думаю над тем, чтобы применять эту высечку или нет. Скобочки еще... Это вообще в последнюю очередь добавляю, поэтому как бы вообще еще не думала приклеивать. Вот так вот без, опять же, да, без этой рамочки. С рамочкой как будто бы слишком много с фотографии забирается, да, изображение. С другой стороны так интереснее выглядит. И вот я тоже, опять же, в сомнении, добавлять, не добавлять. Короче, вот. Пока вот так. Мне сейчас нужно, по идее, до Сониного сна дневного прошить это все максимально, для того, чтобы, когда она будет спать, добавить мелкий декор, прошить его, да, ну и все, собственно. Там останется набрызг и все. Но я что-то не знаю, успею или нет, потому что прошивки в этом альбоме очень много. Я сомневаюсь, что успею. А так бы было клево на сне доделать этот разворот, потом вечером, после того, как она в ночь заснет, доделать вот этот вот разворот. И у меня завтра только фотосессия для всех трех разворотов была бы. И все, я бы все успела. Все посты выложила за один день, но я это могу. И все. Но я, конечно, не знаю. По идее, вроде как успеваю. Скрестим пальчики, чтобы я действительно все успела сделать. Все выставила, все показала. И следующая неделя не менее бодрая будет. Поэтому, думаю, опять же, все буду снимать. В общем, до новых встреч. Спасибо большое за внимание. Пожалуйста, не забудьте написать мне парочку слов, если вам было интересно. Поставить, конечно же, лайк. Мне будет приятно. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok